Губернатор Приморья встретился с бойцами приморских соединений, участниками СВО в окружном госпитале Ростова-на-Дону. Глава региона пообщался также с военнослужащими из Сахалинской области, республики Саха-Якутия и Бурятии. Олег Кожемяка поговорил с ранеными и пожелал скорейшего выздоровления. У каждого из них своя история, своя судьба, которая во многом и свела их в приморских соединениях, в том числе и в добровольческом отряде «Тигр». Побывали непосредственно в Ростове, в госпитале, в окружном, пообщались с нашими ребятами, кто служит в наших соединениях, объединениях, воинских частях в дистанциональном приморском крае. Это наши земляки со всего Дальнего Востока, конечно, есть и приморцы. У всех, я хочу сказать, что довольно такое настроение, очень уверенное, хорошее настроение. Многие намерены, вылечившись, снова вернутся в строй, где ждут их боевые товарищи. То есть все абсолютно довольны тем лечением, которое проводится, там отношением персонала, медицинского округа, госпиталя окружной. И врачи подготовлены, специалисты подготовлены. Мы постоянно поддерживаем связь. Вот, то есть мы также договорились и с командующим нашим, и с окружным госпиталем, что буквально в ближайшие дни там наши ребята, те, кто и приморские, и дальневосточники, вернутся к себе домой на долечивание. Я думаю, там смогут пообщаться уже с родными, с близкими. Ну, то есть такую работу тоже проделали. Кроме того, бойцам на передовой привезли и передали очередную партию средств разведки, наблюдения, связи и другое специальное оборудование для морпехов, десантников, добровольцев отряда «Тигр» и других подразделений. Отметим, Олег Кожемяка регулярно передает нашим военнослужащим специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края, а также коммерческих, общественных, благотворительных организаций.